здравствуйте сегодня будем плести маленькую корзинку малышку с ручкой ее можно будет использовать допустим в какой-то подарочной упаковке поставить какие-то вещи но моем случае я потом в этой корзинке буду делать конфетный букет и вот накрутила такие трубочки это из рекламных буклетов магнитов пятерочки ну короче где бывает там по чуть-чуть набираем общем они у меня все равно уходит будет очень красиво ну начнем 4 трубочки я разрезала пополам вот из четырех вышло таких 8 маленьких нам как бы сейчас слишком длинные стойки не нужны будут самого начала поэтому цель из экономии я их разрезала значит приступаем так складываем крестный крест потом это вот так сверху это очень шахматном порядке чтобы это все как накрутить трубочки как обработать как покрасить как приготовить к плетению я вам оставлю подсказочку там где-нибудь и начинаем трубочками связные поэтому я нет нет выбираю там где самые цветные где больше красного где больше черного где больше белого ну это делать не обязательно как бы все в ваших руках соединяем вот так две трубочки 1 1 и начинаем плести нашу красивую красивую корзиночку я всегда начинаю против часовой стрелки начало самое трудное потому что это все еще рассыпается не поддается никакой ему говора но ничего мы люди терпеливые сейчас я проплету еще один виду еще один круг и будет их вот так это потом разделять по 2 оплетать по 2 стоечки уже пропало 3 теперь будем вот эти наши 4 трубочки разделять вот так вот и по 2 и оплетать по две штучки солнышко получается и вот таким образом по 2 стойки я буду оплетать рядов 6 так я проплела 1 2 3 4 5 6 7 рядков после того как я разделила по 2 теперь значит стойки нас коротки теперь что мы делаем вот эти обрезаем вот эти по 2 штучки рядом с ними под острым углом срезаем новые и рядом с ними будем вставлять так одну и с другой стороны вторую по бокам вот этих старых двух и вот так и будем заплетать их один ряд чтобы скрыть нас наши срезанные будем заплетать один ряд будем заплетать один ряд а следующий ряд будем их уже плести по одной вот и все и все все примут листи в общем после того как я раздвинула начала стоечки отплетать по одной я проплетать по одной я проплела 2 3 4 . у меня получилось но диаметром 12 сантиметров я думаю вполне достаточно сейчас будем поднимать стенки у меня значит что мы делаем трубочки стоечки сгибаем потихонечку под следующую это прижимаем и поднимаем наверх что у нас получается опять же сгибаем под следующую выпускаем под низ придавливаем по верху вот такие загибы у нас получаются опять сгибаем и вот так и вот так ну стоечки наши уже стоят так осталось последний нам поставить вот это колечко которое вот было первое мы согнули это последняя точка вы просто так продеваем пропускаем и все это самый простой способ поднять стойки стенки самый самый простой так значит вот они наши рабочий трубочки просто во внутрь убрали значит что мы теперь делаем просто начинаем плести ту же самую веревочку которую уже все знаем и плели не обращайте внимание это мой холодильник с утра то в общем сейчас обычной ревочкой будем плести 3 рядка вокруг но стойки я не буду во внутрь загибать я хочу немножко на себя направлять я хочу чтобы края были немножко расширенные кверху и там уже дело каждого хотите ровные хотите какие хотите трубочки из рекламных буклеты магнитовских поэтому они тоненькие не знаю накрутила 80 штук вы посмотрим хватит мне или нет полоски у меня выходили 7 сантиметров с которых я купила трубочки вот посмотрю хватит у меня она сама по себе у них бумага тонкая поэтому обычно если вы крутили нас было бы ты продолжаем вот таким макаром пока три ряда вот я проплела 3 рядочка но не хватит мне трубочек значит что я предлагаю а так среди лучше поставить конечно какой-нибудь грузик потому что видно было куда вы стойки наклоняете значит мне есть просто вот отходные такие остаточные я их сейчас серединку запихаем они немножко другого цвета нет если бы мы крутили трубочки из обычной бумаги с хорошей поиск потребительской любви нам бы конечно этого хватило бы обязательно хватило бы значит я хочу сейчас сделать ситцевое плетение что такое ситцевое плетение значит эту пока трубочку одну не трогаем рабочую берем через одну сначала спереди потом сзади спереди сзади трубочка проходит ну то есть шахматном порядке как бы вторую трубочку плетем догонку то есть там где у нас трубочка огибала стойку спереди теперь она должна ее огибать сзади делаем шахматку шахматное плетение вот и все называется ситцевая я не знаю кто его так назвал называется так вот видите все продолжаем пока так я не знаю рядочков наверно 6 ситцам я проплела 1 2 3 4 5 6 рядочков то есть 6 полосочек вот видите все поменял опять трубочки и поэтому сейчас пойдем вести обычную веревку веревочку веревку опять рядочка 3 обычно все и . 3 будем заканчивать и так делаем загибку загибка называется изида вот он за выдумывал эти названия не знаю в общем берем отходную трубочку просто нам сейчас послужит немножечко заводим за следующую стойку загибаем эту теперь так сгибаем за следующие загибаем опять сгибаем за следующее загибаем теперь что мы делаем вот у нас 3 берем самую левую положим поверх этих двух и забудем вот за вторую стойку при ножничке кончик отрезаем и вот этой стоечкой придавливаем вот что у нас получается опять берем самую долевую ложим поверх двух и за следующую стоечку загибка должна делаться на длинных стоечках на коротких она не получится еще раз самая такая красота у нас получается еще раз самая левая поверх этих двух заводится за стоечку за следующую отрезается немножечко так что миллиметров 5-7 оставалось выше стойки и вот этой торчащей левой придавливаем все идем дальше как закончен загибку вот эту отходную трубочку убираем с помогать и вот у нас осталась одна торчащая стоечка и три наших вернутых значит все делаем по рисунку всего то же самое берем нам нужно загнуть за следующую стойку значит наберем и вот такой просовываем здесь также отрезаем это также загибаем и сюда просовываем все идем по рисунку как должно было быть теперь опять же вот так сверху это вот сюда пойдет нам нужно сунуть вот сюда вот вот здесь вот здесь вот здесь вот так вот честно и суммы все раскладываем разравниваем также отрезаем и вот наши стоечки постепенно уменьшаются все то же самое здесь пойдем сейчас только мы теперь то вот прям за стоечку за стоечку потому что вот вот все там же просовывается отрезается как и делалось раньше теперь вон отрезать и так прям под самую самую и последние всегда найдет наша загибка готова сейчас делаем ручку наша кузинка будет готова делаем ручку значит я соединила две пары трубочек то есть здесь 2 соединила и возили соединила что мы делаем здесь мы просунем от стоечки с одной и другой стороны вот чтобы наши соединения были потом дальше вовнутрь вот соединение трубочек моих сгибаем вот что получается и теперь берем вот эти две пары вот эти две пары и так и так просто перекрещиваем жгутиком здесь будет конфетный букет поэтому никто тут не будет таскать кирпичи в этой корзинке поэтому здесь она нужна чисто символически для красоты такой жгутик это получается теперь я их сейчас наращу я их нарастила и так же я перекручиваю жгутиком до конца сейчас мы закончим не видно да извините штаке его пока у меня нет вот у нас что получается у нас получается одни две трубочки длиннее другие две короче значит мы ищем примерно центр примерно центр здесь вот этот который по длиннее трубочки отсюда во внутрь и так вставляем от стоечки опять слева и справа от стоечки вот теперь их немножечко подвигаю вот эти нас все торчат все торчит сейчас мы все это уберем здесь немножечко подрезаем вровень с корзиночкой эти просто вот так загибаем вот они не у нас эти тоже сейчас отрежем внутри жена их как сейчас мы возьмем трубочку наша и вот так вот сделаем одну тачку вот так вот на трубочку шумами сзади вот он ее конечек теперь мы берем так просто делаем виточек трубочки влажные обязательно раздела нами точек так и вот теперь вот эти концы которые остались у нас мы их обрежем чтобы нашими точкам и закрыть 3 веточка сделаем вот что получается теперь мы и вот эту трубочку засунем внутрь а вот отсюда мы и сейчас уберем вот так убираются трубочки вот мы инструмент продевается рядом со стойкой виточки и так вот я сейчас один и и пропихнуть сюда чтоб она вылезла вот видите на вылезу и раз здесь чтоб все крутенько было здесь мы и подрежем еще и такой же обмотку мы сделали другой стороны ручки только здесь уже ничего подрезать не нужно здесь уже считать вот и все наша корзинка готова полокируется будет красота вот такая корзинка у нас получилась сюда можно подарочное что-то я не знаю поставить какие-то духи и крема все что угодно ты же попал упаковать пакетик будет очень красиво я буду делать конфетный букет все всем пока подписывайтесь на канал жмите колокольчик будет много 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 плести спасибо за внимание